День рождения, пожалуй, самый долгожданный праздник в жизни каждого, особенно если он полон приятных сюрпризов и положительных эмоций. Традиционно свой день рождения Российский университет дружбы народов отмечают в первую пятницу февраля. Полномочные министры, дипломаты всех рангов, видные политические и общественные деятели из разных стран мира собираются вместе, чтобы поздравить именинника. Звучат торжественные речи. В президиуме только выпускники РУДН. Это было весьма колоссальное дело. Приехать из Африки и сюда попасть в такой грандиозный университет, это было большое счастье и большая честь. Российский университет дружбы народов. Для меня это все. Очень гордимся этот университет, свои достижения, свою помощь, которая оказала. Своей дружбой, которую именно сделали между людьми. Эта дружба не стоит здесь. Это, конечно, идет укрепление мира во всем мире. Я хочу воспользоваться такой возможностью и от имени посольства Республики Уганда в России поздравить Российский университет дружбы народов в этот день с таким важным событием. Университет умеет организовать учебный процесс. Университет умеет организовать культурные мероприятия. Университет умеет объединять люди разной культуры и веры. И университет много что умеет. И я очень мечтаю, что в ближайшее время и наши дети тоже учились в этом прекрасном университете. Еще одна традиция университета – начинать празднование своего дня рождения с просмотра фильма «Альманаха» о жизни вуза за прошедший год. Работа над фильмом ведется творческим коллективом телевизионной студии «Руден». Выпускники «Руден» со сцены благодарят свою «Альма-Матер» за те знания, которые они получили здесь. И тот особый дух – дух дружбы и взаимопонимания, который царит в его стенах. Именно университет помог им стать теми, кем они являются сейчас. Для меня и многих выпускников это является основным учением, это учение к жизни, то, что дало наш дорогой университет. Та атмосфера, тот дух, заложенный университетом, помогает адаптироваться везде, в любой обстановке, в любой компании, в любой стране. Российский университет дружбы народов всегда оказывал и оказывает значительную поддержку студенческому спорту, что неизменно приносит результаты. Аспирант юридического факультета «Руден» Игорь Мершниченко стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу. На праздновании дня рождения университета Кубок чемпиону торжественно вручил ректор «Руден» Владимир Филиппов. Я должен был оправдать ту надежду, которая была возложена на меня. Это в частности от своих близких, родных, от университета, которого я также представлял, на этих большого значениях уровней соревнований. Поэтому другого результата я, в принципе, не ожидал. Тема спорта стала одной из основных в этот вечер. На базе «Руден» прошла встреча, посвященная развитию перспективных направлений в спорте. Итогом стало решение об открытии в Российском университете дружбы народов секции акробатического рок-н-ролла. Процветание университета в первую очередь заслуга его сотрудников, что отмечается и на правительственном уровне. Тем, кто долгие годы трудится на благо родного университета, вручаются грамоты и благодарности Министерства образования и науки Российской Федерации. Еще одно почетное звание – ветеран «Руден». В этом году 38 сотрудников стали его обладателями. Какой же день рождения без подарков? В этот вечер свои выступления и теплые слова дарили родному университету и студенты «Руден». Танцы народов мира, завораживающие композиции и любимые песни. Я, ты, вот она, вместе целая страна, вместе дружная семья, Слои мы сто тысяч, я, с дочеклазых, разорлив, черных, рыжих и нелив, Русских и веселых, в городах веселых. Не обошлось и без сюрпризов. Во-первых, соведущим вечера стал спортивный комментатор «Первого канала» Виктор Гусев. У меня из головы не шли стихотворные строчки. Их написал мой дед, поэт Виктор Гусев. И он написал, и в какой стороне я не буду, По какой не пройду я траве, Друга я никогда не забуду, Если с ним подружился в Москве. А во-вторых, и это самое главное, Свои показательные выступления представили лучшие команды Всемирной Федерации акробатического рок-н-ролла, Призеры и победители чемпионатов Европы и мира. Сегодня выпускники Руден занимают ведущие позиции В различных сферах деятельности по всему миру. А в университете учится достойная молодая смена. Те, кто через годы приедут поздравить альма-матер И будут гордиться тем, Что закончили именно Российский университет дружбы народов. А вуз будет гордиться ими. Руден у меня значит много вообще. Тут я учился, тут получил хорошую науку, Тут у меня будут самые лучшие друзья. Чтобы студенты тоже хорошо учились И поддержали имя университета на высоком уровне. Нас уважают за границей. И пусть так же остается. Это еще начало, потому что будущее У нас и есть будущее прекрасное, Особенно в Рудене и с Руденом. Александра Тузова, Олеся Захарова, Екатерина Гульбина, Евгения Городилова, Анастасия Кузнецова, Фадия Амрайш, Дмитрий Михайлович, Азим Шахрияр. Новости ТВ Руден.